Приветствую вас. Изменить, конечно, ситуацию можно. Вопрос только в том, что именно вы хотите менять, что именно вы хотели бы изменить, что именно вам хочется поменять. Потому что, ну, мужчина сейчас воспринимает вас как некий такой свой придаток, да? И можно, конечно, говорить о том, что это он такой, да, что это вот он так вас воспринимает, такой вот плохой человек. Можно. Но, по большому счету, это мало что даст, потому что вы ведь тоже ответственны за отношения. Вы тоже вносите в них склад какой-то, да? И если вы себя поставили так, что всегда придете к мужчине на помощь, да, всегда придете к нему и все будете делать сами, то вот он так к вам и относится. Так, грубо говоря, как вы себя поставили. Так, грубо говоря, как вы себя позиционируете. И если мы хотим что-то изменить, необходимо в первую очередь увидеть, почему вы так себя поставили. Вот я открыл вообще другие вопросы, которые вы задавали. Ну, открыл так, чисто заголовки только разнадрел. Вот, увидел, что в первом вопросе там у вас написано, что мужчина не закрывает, не закрывает тему отношений. А во втором вопросе вы писали, что у вас сильный конфликт. Вот. То есть в этих вопросах я увидел, ну, по крайней мере, в приголовках, а я увидел то, что вы не берете ответственность на себя за отношения. То есть, что хочу я? Какой ценой хочу я? Что мне нужно? Для чего мне нужно? Каким образом я к этому стремлюсь? Понимаете? Вот этого всего у вас как будто бы нет. Есть только мужчина, есть ваше представление о том, что если хочешь быть человеком, будешь с ним, а остальное отговорки. То есть, не совсем понятно в этом контексте ваш вопрос, не совсем понятен ваш вопрос, а возможно ли изменить что-то. Ну, во-первых, если вы считаете, что коли хочешь быть человеком, то будешь с ним, то это можно трактовать и так, что любая ссора, любой конфликт человека может не задевать, по вашему мнению. И это можно трактовать так, что человек не должен, например, обижаться на вас, не должен, ну, я не знаю, дистанцироваться от вас, не должен там еще какие-то вещи делать, да, то есть вот человек как бы должен просто делать все, чтобы быть с вами. Это правильно. Это правильно. Но вы упускаете две вещи. Во-первых, для того, чтобы человек делал все, чтобы быть с вами, вам нужно быть таким человеком, и для этого нужно обеспечение. И, во-вторых, если человека что-то обижает, если у человека что-то задевает, если человеку что-то не нравится, то нужно выяснить, как он к этому относится. Может быть, для человека это настолько серьезно, что он не может просто взять и закрыть на это глаза. Понимаете? Понимаете? Далее. Вы пишите, мы были в ссоре. Из-за чего ссора? Почему поссорились? Какая позиция каждого из вас в этой ссоре? Почему именно вы допустили ссору? Вы можете сказать, это мужчина там что-то сделал, я не спорю. Он сделал. Он может быть не прав. Почему вы допустили ссору? Почему вы со своей стороны не подпособствовали тому, чтобы ссоры не было? Дальше. Потом вроде как помирились и интим был. Опять же, кто мы? Кто выступил инициатором? Для чего? Опять же, почему был интим? Кто выступил инициатором? Почему? Если мужчина захотел интима, вы ему дали. Например, то почему вы теперь говорите, что он не должен утверждать, что ему нужно время, чтобы все наладить? То есть, не совсем понятен процесс, как вы мирились, не совсем понятен процесс, как вы с субъективной точки зрения вступили в интимную связь, то есть, что это была в интимную связь. Ведь секс, он может быть разным. Это может быть секс примирения, это может быть секс трасти, это может быть что-то еще. И у каждого из партнеров есть к этому отношения. У каждого из партнеров есть к этому какое-то его восприятие. Какое восприятие интима было у вас и знал ли мужчина, что вы воспринимаете, видите, это так же как что он достаточно безошибца, что он воспринимает это так же, как вы. Старует за ощущение, что вы ему не сказали о том, что интим для вас означает примирение. И а что вообще для вас примирение? Понимаете? Далее, вы пишите, он все равно говорит, что нужно время, чтобы все наладилось, но возможно, а возможно, если вы его сильно задели, то интим и какое-то примирение не исправит проблему в целом. Это нормально. Что думать над отношениями он не хочет, так как есть более глобальные проблемы у него. это тоже может быть, но это требует детального анализа, то есть насколько это так и играет ли мужчина с вами в какую-нибудь игру. А далее начинается следующее отношение ко мне потребительское какое-то холодное. Почему вы позволяете такое отношение к себе проявлять? Какого отношения вы к себе ожидаете и может ли мужчина вам это отношение дать? Последние дни, если была с ним чувствовала себя так, будто я лично. А зачем вы тогда с ним были, если вы чувствуете себя лично? Привык, что я всегда рядом, что сама позвоню, буду скучать, сама приеду и все сделаю сама. Ну правильно. Если вы мужчину приучили к своей активности, то он и будет вести себя так, как будто вы всегда активны, а зачем? Зачем ему самому-то активность проявлять, если вы его не стимулируете? Мужчина это существо, которое не будет понабрасно тратить свои силы. Ценность моя, ценность меня, по моим ощущениям, где-то на уровне табуретки. Ну хорошо, я понимаю. Это ваша ценность или его ценность? То есть, как бы, это ваше восприятие себя? Или это восприятие себя его? Восприятие вас его? Тут как бы не очень понятно. Возможно ли изменить что-то? Изменить что-то, да, возможно, но только в том случае, если вы поменяет свою модель поведения. Вместе полтора года и в радости и в горе всегда шла на помощь. Как морально, так и делом. А для чего вы шли на помощь? Зачем? Какую цель последовали? Вы делали это для него или вы делали это для себя? То есть, знаете, если вы это делали для него, то это один вопрос. Вам вроде как требовать вам нечего, а если вы делали это для себя, то опять же, зачем вы для себя делаете что-то через другого мужчину? здесь я предлагаю вам изменить отношение к себе, начать с этого, а там уже дальше проводить анализ ваших отношений с мужчинами или с мужчинами и стараться отличить зерна от плевел. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку «Будра помочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам, всего-тамого, доброго и удачи.